Музыка Всем привет! Сегодня буду заливать тигренка Арчи с сайта Мыльная Вечеринка. Хочу сказать, что в заливке он легкий и что самое главное, наверное, это форма для тех, кто абсолютно не умеет рисовать, как я. Вот такой вот тигреночек получается. Надеюсь, следующий получится получше. Мастер-классом сегодняшнее видео я не назову, так как сделала их всего лишь два, и сейчас будет третий. Пробовала я, кстати, те, кто видел распаковку посылки, заливать черным пигментом вот эти все полоски. Они глубокие, они проливаются, но это неудобно и это дольше, чем окрашивать. Окрашиваю я полоски вот такой вот акриловой краской художественной. Взяла такой же фирмы, потом еще и белую. Кстати, во флаконах они не сохнут, как вот я раньше брала маленький, она буквально месяц-два и идет на выброс. Вот такие вот краски, они не сохнут. У нас они стоят 150 рублей в магазинах, в констоварах. Сколько стоит у вас она и есть ли такая, я не знаю, но вот такую вот красочку могу посоветовать. Также рисовать очень удобно вот такой вот кисточкой для маникюра. Тоже приобрела я ее в своем городе. Видите, какая она маленькая, тоненькая. Стоила она 35 рублей. Я вот две штучки взяла. Очень удобно рисовать ей глазки, реснички, да и полоски тоже. Основа я пользуюсь сейчас за несоп. Радует то, что она не усыхает. Вот этому тюгренку уже два дня. И сейчас мы сварим с вами нового и сравним их размер. То есть размер практически вообще не изменится. И цветочки не меняются сейчас. Очень многие жалуются, что основа очень сильно усыхает. Это целая проблема. Я высушу сутки цветы, соберу букеты и через 2-3 дня такие вот дыры, пустоты, шпажки торчат. В общем, это, конечно, просто катастрофа. Вот эта основа пока что не испортилась. Поэтому могу ее вам посоветовать. Ссылочку на сайт я вам оставлю. Но промокод MILSOAP сейчас не работает. У них там какие-то большие акции. Какие девочки, честное слово, не смотрела. Но ссылочку вам оставлю на эту основу. Для начала надо залить тут носик. Он тут очень хорошо, четко прорисован. Ничего никуда не растечется. Я основу отдельно топить не буду. У меня вот тут от цветочков осталось немножко. Цвет нужен такой бледно-розовый. И обязательно в белой мыльной основе, не в прозрачной. Спирт я не брызгаю. Почему? Потому что, ну, чтобы лишний раз не растекалось. И заполняю носик. Все. Даем ему высохнуть. Дальше я растопила белую мыльную основу. И пока она еще горячая, я начинаю с лапок. Ну, чтобы наша мордочка, наш носик не подтаял. Издалека брызгаю один раз спиртом. Можно лапки белыми не делать. Но мне понравилось с белыми лапками. И просто вот так вот, вот здесь, заполняю лапки. Застывает основа довольно быстро. Быстрее, чем саптима. Но пипектай работать комфортно. То есть, пока застонут лапки, я успею залить еще и мордочку, не разогревая вот эту основу. Хотя тут ее грамм, наверное, 20. Прюмочки. Но я успею залить. Сейчас покрою цепленочкой, чтобы не растекалось. И будем, хотя, в принципе, вот так, если держать, можно уже начать заливать. Смотрите, саму мордочку заливать очень легко. Мы заливаем вот, так показать вам будет удобней, белым, видите, как чуть выше носика. И потом главное пойти вот так вот до ушей. Здесь есть такая внутриформовая росточка, и будет видно, как лучше пролить белым. Брызгаю спиртом один раз, для того, чтобы нос наш не остался в форме и все сцепилось. Немножко придется форму крутить, как бы залить сначала одну щечку, потом другую, но это ничего. Так, сначала мордочку. И пусть она у нас чуть-чуть подстынет. Смотрите, вот таким вот полукругом заливается белая основа, то есть попадает на щеку. И также заливаем ушко. И теперь то же самое делаем с другой стороны. Я просто не знаю, будет ли вам видно. Наверное, не будет. Видите, основа еще до сих пор у меня не застыла. Просто аккуратненько проходимся вот здесь. Вот так все выглядит внутри. Вроде как симметрично. И теперь осталось залить грудку. Этого тоже можно не делать, но я немножечко ее делаю беленькой. Вот так как бы наслаиваю аккуратненько. И получается белый цвет. Наслаивать надо в несколько этапов. То есть высохла ваша мыльная основа. Вот пленочка и взялась. И покрываете еще раз сверху. Для того, чтобы он не растаял у вас от основного цвета. Для основного цвета я беру белую мыльную основу и два пигмента. Золото и оранжевый. И смешиваю их примерно напополам. Мне вот такой цвет тигренка понравился больше, чем, например, вот просто оранжевый. Ну, хотя кому как. Можно даже разных делать. Так, основу развела, отдушку я добавила. И, конечно же, изначально мы прикроем сейчас тут глазки, мордочку, чтобы не подтопил горячий цвет, горячий цвет, горячая основа. То есть просто покрываю вот так немножко из пипетки. Как я его называю, защитный такой слой. Когда он застынет, я его процарапаю и тогда уже смело буду выливать всю мыльную основу. Заливаем мыльную основу. Сначала половину. Простучим. Берем пузырьки. И теперь уже заливаем до конца. Так, стучать уже не получится. Основу у нас форма полная, поэтому вот так похлопаем по бокам. Если появятся пузырьки, мы их уберем спиртом и будем ждать, пока мыло застынет. Давайте смотреть, что получилось. Мне кажется, там глаза мои растаяли. Ничего дорисуем. Так, видите, какие четкие полоски. И он очень легко достается такой. Еще тепленький. Нет, глаза не растаяли. Вот он, такую тигру. Так. Так. И теперь самая интересная часть. Надо навести красоту. Макияж. По-моему, у меня камера была выключенная. А я с вами разговаривала. В общем, взяла краску акриловую. Кисточку тоненькую нарисовала зрачки, как попало. В общем, но он и легко прорисовывается все. И не ругайте меня сильно, я вообще не художник. Глазки заливали мы специально каким-либо другим цветом. Если залить полностью черным, будет у нас такой демон со сверхъестественного. Поэтому лучше заливать их каким-либо другим цветом и рисовать зрачок. Вот так, как у меня. А потом еще поставить блики. Вот смотрите, здесь я заливала желтым, но он слился с оранжевым цветом. Поэтому вот теперь зеленым сделала. Если вы где-то кисточкой вылезли мимо, не там, где вам надо, я краску имею в виду, ни в коем случае не стирайте ее, пока она мокрая. Вы только все размажете и испортите мыло. Дождитесь, пока высохнет краска. Она довольно быстро высыхает. И зубочистка, она очень аккуратненько и легко вся снимается. Такой пленочкой отдельной. Как будто бы ее и не было. Видите, все видно и очень легко все это разукрасить. Я вам все показывать не буду. Сначала закрашу здесь, потом подсохнет сзади. Ну и покажу конечный результат. Ну вот, спереди он почти готов. Остался зад. Я просто дала, пока краска подсохнет немножко. И смотрите сами, какие крупные полоски. У меня краска застыла, по-моему. И очень легко их вот так прорисовывать. Да, у меня краска застыла чуть-чуть. Ничего, добавлю сейчас свежие и докрашу. Хотела вам показать, что они абсолютно одинаковой высоты. Видите, вот по ушкам, по носику, то есть мыльная основа не усыхает. Что очень радует, потому что я собираюсь, конечно же, в конце октября, начало ноября. Наделать их много, но пока не окрашивать. Оборачивать в пищевую пленку или в термопленку. И пусть они хранятся, чтобы потом было в сезон проще. Смотрите, как интересно. Абсолютно разные взгляды у них, потому что вот по-разному нарисованы глаза. И сразу разные тигрята. Вот такие они получаются. Очень легко прорисовываются все полоски. Тигренком я довольна. Мордочка миленькая. И он действительно похож на тигренка. Вот я смотрю, что многие тигрята больше похожи на щенят, на котят. А этот вот действительно тигреночек такой. И как он смотрится в куполе. Ну, он не сказать, что он маленький для купола. Но видите, здесь он болтается. То есть, как бывают такие фигурки, которые ушками прямо упираются в купол. Тогда они хорошо зафиксированы. То здесь такого нет. Но, тем не менее, это я наклонила. Вот такой вот он немаленький. Если сюда какую-то подложку из мыла, как сейчас делают, тогда он будет вообще сюда прямо совсем. Вот такой тигреночек сегодня у нас. Будут еще тигрята, будут еще другие видео. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!